Добрый вечер, дамы и господа. Я думаю, вы заметили, что ролики на острую социальную тему я выпускаю немного позже, чем данная тема будоражит общество. Но это есть ряд причин, одна из которых – краткость информационной памяти. Итак, начнем. Громкий скандал с отставкой омбудсмана Людмилы Денисовой набирает обороты. После того, как Рада проголосовала за снятие с должности уполномоченного по правам человека, странная история с сайтом «Миротворец» была обвинена в распространении дезинформации и дискредитации Украины, а также засветила недвижимость в Швейцарии и бизнес в Крыму. Напомню, что в последний майский день парламент отправил в отставку омбудсмана Людмилу Денисову. За это решение проголосовало 234 депутата. Причина увольнения уполномоченного по правам человека более чем резонансная. Она вместо обмена пленными и организаций гум-коридоров сконцентрировалась на публикации постов об изнасилованиях украинцев оккупантами, не прилагая доказательств. На это обратили внимание международные СМИ, требующие подтверждения вопиющих фактов. Ведь данные украинского омбудсмена о похищениях, издевательствах, убийствах мирных украинских граждан широко транслировала западная пресса. Пришлось срочно увольнять сексу полномоченную, чтобы остановить дискредитацию Украины в мире. Это подтвердил депутат Павел Фролов, объясняя причины отставки Денисовой. Иными словами, Денисова вольно или невольно подставила Украину, позволив международному сообществу сомневаться в тех фактах о российской агрессии, которые предоставляют украинские чиновники. Последствия такого шага катастрофические. Наша воюющая страна может недополучить миллионы финансовой помощи и столь необходимое ВСУ тяжелое вооружение, а также утратить доверие западных партнеров. Денисова лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины. К тому же продолжительное время после 24 февраля, она за границей, в Давосах, Венах, Варшавах и других теплых спокойных западных Европах, отмечает в немецком издании Deutsche Welle. Чем не повод тщательно расследовать деятельность омбудсмена в период войны? Кстати, о таком намерении заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Пенеславский. Отставка Людмилы Денисовой с поста омбудсмена назревала долгое время, в том числе после ее первых публичных заявлений, касающихся агрессии РФ против Украины. Так, в апреле 2022 года Людмила Денисова дала четкую наводку россиянам о местенахождении херсонских детей-сиротов. Она дважды публиковала в соцсетях секретную информацию. Первый пост был 16 апреля, второй — 25. Причем один из ее постов был на русском языке. Вероятно, для удобства российских оккупантов? По одним данным, сирот вывезли в Россию. С другой стороны, по словам депутата Сергея Ахланя, 58 детей все же остались на оккупированной врагом территории Херсонской области. Они и так и продолжают находиться в Херсоне. К слову, омбудсмен в красках описывала зверства оккупантов Херсонской области в отношении детей. Она буквально смаковала подробности изнасилований младенцев свечкой и чайной ложкой, рассказывала о разрывах интимных органов у трехлетних малышей. Выступая 23 мая в Russia War Crimes House в Давосе во время проведения Всемирного экономического форума, в ходе дискуссии «Защита прав человека во время войны» Денисова назвала Херсонщину второй бучей. Но зная об этих зверствах, омбудсмен фактически слила россиянам данные о том, где же прятали украинских сирот. Зачем? Чтобы обречь их на такие же ужасы и пытки? Я сама неоднократно обращала внимание на этот слив, выкладывала информацию у себя на странице и считаю, что обвинения в адрес Денисовой, выдавшие оккупантам местонахождение детей-сирот из дома малютки, имеют под собой почву. Иначе, как объяснить, что омбудсмен раскрыла координаты церкви, где прятали малышей, часть из которых инвалиды, нуждающиеся в специальной помощи? Для полноты картины не хватало только фотографий, убежища сирот и комментарии чиновницы. «Русские ракеты! Летите сюда! Летите сюда!» Что это? Случайная оплошность или сознательная диверсия? Вот это предстоит выяснить суду, как и то, на кого все эти годы работала Людмила Денисова, бывшая воспитательница детского сада из Архангельска, получившая юридическое образование в Ленинграде и сделавшая карьеру в Крыму. Ни для кого не секрет, что в советское время подниматься по служебной лестнице без присмотра ГГБ было невозможно. Так что вряд ли Денисова избежала такого кураторства со стороны предшественников нынешней ФСБ. Тем более, что карьеру она сделала стремительную, быстро пройдя путь от юрисконсульта Крымского обкома ЛКСМУ до кресла министра финансов АРК в 96-м. Именно с этой должности за Денисовой начинают тянуться весьма внушительные уголовные шлейфы. Коррупция, рейдерство, разворовывание бюджетных средств, выделенных на питание чернобыльских детей. Кстати, в Крыму ее назвали не иначе, как «людочка-людоедка». По данным прессы, действующий в то время президент Леонид Кучма вмешался в происходящее и приказал закрыть все уголовные дела в отношении Денисовой. Через 8 лет СБУ инициирует в отношении Денисовой новое уголовное производство. Ее на должности министра труда и социальной политики обвинили в растрате 60 миллионов гривен, предусмотренных в госбюджете на закупку инвалидных колясок. То есть социальный министр открыто обворовывал от тех, кого призвано защищать – сирот, инвалидов, чернобыльцев. Я думаю, каждый найдет ответ для себя. А 11 ноября 2008 года заместитель главы СБУ «Тиберий» Дурденек заявил, что соратники и бизнес-партнеры Денисовой Сергей Вележанский и Андрей Сенченко контролируют один из крупнейших каналов контрабанды. Возможно, с этих потоков Денисова и закатила своей дочери роскошную свадьбу. По тем временам, сообщают журналисты, она обошлась будущему аббудсмену в космическую сумму – 600 тысяч долларов. Видно, зарплату чиновницы так не разгуляешься. В 2018 году Людмила Денисова попадает под прицел антикоррупционных органов. Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции обратилось в НАБУ с просьбой проверить благосостояние амбудсмена и сопоставить его с указанным в Е-декларации. В НАПК заявили, что Денисова, будучи народным депутатом, не соблюдала требований законодательства, подавая декларации. А именно, скрыла значительную часть своих доходов – 23 миллиона гривен. Такая вот забывчивость. Однако, чтобы не выпасть из кресла амбудсмена, за которое Денисова неистова боролась, она пошла на сделку с одиозным главой окружного административного суда Павлом Вовком. Суть сделки проста. В обмен на закрытие протоколов на ПК о недостоверных декларациях амбудсмена, Денисова пролобировала лояльного к Вовку судью Сироша в состав высшей квалификационной комиссии судей по своей квоте. Дальше частина плану Вовка полягала у перезавантаженні комісії, шляхом виключення з її складу непідконтрольних йому членів та введення лояльних до нього людей – Сироша та Остапця. Цю схему було реалізовано шляхом організації нових конкурсів до ВККС. Від Державної судової адміністрації України та Уповноваженого Верховної Ради України справ людини Денисової, місця по квоті яких займають члени ВККС Щотка та Весельська. Кандидатом у члени комісії по квоті Денисової став Сіруш, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, який був кандидатом на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду та вибув з конкурсу за власним бажанням, отримавши при цьому негативний виставок громадської ради доброчесності. В обмін на перемогу потрібного Вовку кандидата Сіруша окружним адміністративним судом міста Києва скасовано рішення Національного агентства з питань запобігання корупції, які прийняті за результатами здійснення повної перевірки декларації Денисової та обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак правопорушень, пов'язаних з корупцією. Алло, скажи, пожалуйста, а у Денисова это она нашу логику сделала, или у нее, у кого-то может вакансия заканчиться по-другому? Ну, то есть, что не два года, а на то, что мы справку давали, да? У Козлова, когда заканчився полномочия? У него в 4 года не прошли, у Козлова. Ой, отлично. Хорошо, этот первый вопрос. Набери остапца, пусть подаётся. Возможно, мы не договоримся, но пусть подаётся. Слушай, попроси к Сергею Васильовичу не ходить, пусть подаётся. Я просто знаю, кто там планировался, но человек сам по такой натуре, что он может не пойти. Поэтому пусть подаётся на всякий пожарный. Ты скажи, там есть реальный кодят, но пусть он подаётся, может так сложиться, что мы его туда пробили. Денисова нас услышала. Объявила конкурс на вакантную посаду и сесть. Пусть теперь они пи***ят и думают, что делать. Холоднюк сидит с сын объявлять конкурс на посаду щётки. Адвокаты засадят, потому что у изъявитов и дети проходят на съезде рассмотреть вопрос. Если у нас в этом ролике имели слабое дело в конечном конкурсе. Там на Денисову три неуголовных дела, да, на бушнике? А ну что у нас обжалуются? Она ждура, пи***ят, не может понять, что ей надо было работать и вы пи***али эти три решения на ЗК. Которую установили в её действиях, что дама там скрыла, что дама там нет. Я нам особо жалую, но как-то... Неуверенно, а да. Что мы уверены? Да. Безактивная позиция. Я думал, что тут уже какие-то зекеры покинули. Нет, зекеры только... А я буду сливать. Я шо, Володя Часович, не ухвачай, а давай я буду на него тоже прибавлять. А ну какие зекеры? Во-первых, сон... Я думал, что тут уже какие-то зекеры покинули. Нет, зекеры... А я буду сливать. Я шо, Володя Часович, не ухвачай, а давай я не буду на него тоже прибавлять. А ну какие зекеры? Во-первых, смотрите... Куда я знаю? Яйца это оболучено у нас. А в нас же её же на ЗК вы***ли, директора. 19-го року у повноваженной Верховной Ради Украины справ людини Денисова призначила Сироша членом ВККС. Отменяются протоколы, соответственно, подконтрольное в околицу делегируется ВККС. Подтвердил тогдашний глава НАБУ Артём Сыдник. Впрочем, договорняки в судах и дружба с Павлом Вовком, бывшим помощником регионала Педрахуя Сергея Кивалова – это ещё цветочки. Те, кто три месяца войны слушал интервью омбудсмена, не могли не заметить, что она буквально смакует эпизоды изнасилований младенцев, мужчин, старуг, вываливая публике самые интимные подробности о травмах половых органов. Причем лексикон уполномоченной Верховной Рады по правам человека резал ухо даже портовым грузчикам. Денисова не сдерживала себя в употреблении непристойных, отталкивающих выражений. Даже украинские СМИ не растребовали от Денисова избегать детализации в сообщениях об изнасиловании. Тем более, что изучение состава таких преступлений – прерогатива суда, а не эмоциональное впечатление секс-уполномоченный. Ну а факты сдачи украинских сирот российским оккупантам вообще требуют специального расследования Верховной Рады и начала уголовного производства по отношению к эксам-будсмена. Предстоит разобраться не только в сексуальных откровениях Денисовой, но и выяснить причины, по которым она не способствовала организацию гуманитарных коридоров, в защите и обмену пленных, в борьбе с депортацией жителей оккупированных территорий. Об этом открыто говорят те, кто в парламенте голосовал за снятие уполномоченной по правам человека. Вместо этого она активно раскручивала тему изнасилований российскими оккупантами, скорее всего, с определенным умыслом. Рискну предположить, что омбудсмен таким образом пыталась подсадить на западные финансовые потоки кого-то из членов семьи. Ведь доказательную базу Людмила Денисова о сексуальных преступлениях россиян строила на телефонных звонках и обращениях на горячую линию. Надо сказать, что западные организации не скупятся на гранты и финансовую помощь таким реабилитологам. Помощь может исчисляться сотнями тысяч долларов. И чем больше и сочнее Денисова вещала о сексуальных извращениях оккупантов, тем больше денег поступало от ошеломленного Запада на счета спасителей жертв сексуального насилия. Среди которых по случайному совпадению оказалась и дочь омбудсмена, возглавляющая специальный фонд. Под влияние семейки попали, например, финны. По утверждению, финская гостелерадиокомпания не транслировали не только сексуальные откровения украинского полномоченного по правам человека, но и цитировали аналогичное заявление ее родственницы, не догадываясь о личных связях обличительниц российских агрессоров. Совпадение? Не думаю. Скорее, семейный подряд на войне. И прекращать его Денисова очень уж не хочет. Поэтому уже заявила, что свое увольнение оспорит в суде. У Денисовой в судах многолетние связи. Явно она рассчитывает на помощь покровителей типа одиозного волка. Понятно, что после столь громкого скандала эксамбудсману вряд ли удастся вернуться в свое кресло. Но кто сказал, что отставницы стараются для себя? Допускаю, что Денисова вполне может пролоббировать на должность уполномоченного по правам человека кого-то из доверенных лиц или родственника. Учитывая политический и деловой бэкграунд Денисовой, ее связи с главой УАСК Вовком, а также активный пиар на международной арене, нельзя исключать, что такая ротация возможна. Ну а если не выйдет, то у Денисовой уже готов запасной аэродром. И не один. По данным телеграм-канала Небожена, украинский эксамбудсмен имеет хатынку в Швейцарии. Да и в оккупированном Крыму Денисова свой человек. Как сообщает телеграм-канал Компроматликс, сразу после отставки Денисова поручила своему крымскому кошельку Вележанскому срочно переоформить фирмы ее семьи на несвязанных с ней российских резидент. Дело в том, что семья предусмотрительно разделилась, чтобы все активы, которые заполучила Денисова во время работы в правительстве Крыма, остались под их контролем. Родня ведет активную предпринимательскую деятельность на оккупированном полуострове и зарабатывает миллиарды. Так, в 2014 году семья Денисовой заработала более 12,1 миллиарда рублей. Супруг же чиновницы с 2016 года имеет 50% компании «Сочи-2», занимающейся недвижимостью. С 2016 года компания принесла своим учредителям почти 15 миллионов рублей. Старшая дочь Денисовой числится среди основателей нескольких компаний, работающих в Крыму. Доход компаний, связанных с ней, составляет более 7,9 миллиарда рублей. Ее младшая дочь также имеет бизнес в России. Она владеет половиной компанией «ДЭБ», которая в общей сложности с 2014 года принесла своим акционерам более 4,2 миллиарда рублей. В общем, финансовая подушка у бывшей уполномоченной по правам человека есть. Как и семейное гнездо, куда экс-омбудсмен вполне может улететь, чтобы избежать ответственности за содеянное во время войны. Позволят ли это украинские власти и правоохранительные органы? Или может все-таки озаботятся арестом активов бывшей уполномоченной и конфискацией ее имущества в рамках судебного разбирательства? Надеюсь, ни у кого нет сомнений в том, что ограничиваться простым увольнением Денисовой занимаемой должности недопустимо. Украинское общество ждет тщательного аудита ее деятельности, публичных разоблачений, лжи, махинаций, схематозов чиновницы, прикрывавшейся высоким званием уполномоченной по правам человека. Ведь именно Денисова разрушила эту институцию уполномоченной по правам человека в самый ответственный период – военной. Это она лишила сотни тысяч людей, потерявших жилье, бизнес, свободу, возможности правовой поддержки и защиты со стороны государства. И значит, отделаться потерей работы Эксам Буцман не должна, а должна понести суровое наказание. Иначе произойдет то, что мы многократно наблюдали с разного рода чиновниками, которые после громких отставок тихо возвращались к новым кормушкам.